Коллеги, всем привет! Новая рубрика, практикум. Что-то новенькое, на самом деле, для меня. И я хочу открыть эту рубрику вот с таким вот контентом интересным. Как переверстать презентацию? В двух словах это звучит так. Что мы имеем? Мы имеем проект, который нам пришел. Презентация клиента. Единственная просьба от клиента переверстать. Сделать красиво. В принципе, контент остается без изменений. Давайте же подумаем, как правильно к этому вопросу подойти. Какой план по этому проекту у вас должен быть и которого я рекомендую вам придерживаться. Я накидал небольшой список. Вот он. Первое. Определение целей проекта. Выделяем его. Посмотрим на наш проект, который нам прислал клиент. Определяем его цели. То есть, сейчас мы не говорим ни о дизайне, ни о чем. Первая цель. Основная цель клиента. Это выложить на сайте, чтобы потенциально его клиенты эту презентацию скачивали и могли ознакомиться с компанией, с ее ресурсами и возможностями. Сразу. Пункт номер один. Формат презентации очень неудобный. Я даже не понимаю, под какой формат эта презентация сделана. То есть, мы делаем презентацию классическую для диджитала, для просмотра на компьютере. 16 на 9. Обычно я делаю 1920 на 1080. Какой-то такой оптимальный формат. Можно и на больших мониторах посмотреть. Будет отлично. Первый пункт мы определили. Но на самом деле, первый пункт больше подразумевает диалог с клиентом, потому что у каждого проекта могут быть разные цели. Допустим, пришел к вам клиент с запросом «Ребята, сделайте мне листовку, пожалуйста». А ты начинаешь с ним общаться. Ты начинаешь с ним коммуницировать. И понимаешь, что на самом деле у него вообще огромный спектр работы. Ему нужно полностью оформить участие в выставке. А там листовкой не обойтись. Там могут быть и листовки, и какой-нибудь подарочный мерч, и какой-нибудь каталог, и пакеты, и сувенирка, и сам непосредственно стенд. Там, короче, совсем другая история может возникнуть. Главное – с клиентом разговаривать. Следующий пункт – это анализ входящего контента. Давайте пробежимся по этому пункту, что я имею в виду. Мы бегло оцениваем всю презентацию, которая у нас есть. Первое впечатление, которое возникает, это нагромождение всего и везде. Во-первых, понимаем, что компания занимается ремонтом грузовых вагонов. Это очевидно, это понятно. У них есть какой-то пул своих фотографий корпоративных, но, как видите, они не самого лучшего качества, больше похожи на фотографии из книги по ПТУ. То есть тема-то на самом деле интересная. Любая техническая тема с точки зрения какого-то визуального языка она чертовски интересная. Главное – это ее правильно подать. Так, начнем со второго слайда. Собложка у нас понятна. Второй слайд. Компания в цифрах. Посмотрим. Основание компании. Вагонный ремонтный завод номер один. Точнее, первый вагонный ремонтный завод в собственности. Окей. 120 сотрудников, 12 представительств на территории РФ. Окей. Более 60 постоянных клиентов, 50 тысяч вагонов, 34 единицы колесных пар. Смотрите. Этот слайд мне сразу показался чертовски перегруженным, потому что тут решили свалить все цифры и в принципе не пытались их никак структурировать. Я бы этот слайд на самом деле разбил бы на два. И возможно у них были бы одинаковые заголовки компания в цифрах, но я бы их по смыслу немножко разбил. То есть первое. Информация о компании. Первый вагонный ремонтный завод собственности. С сентября 2014 года основания компании. И 120 сотрудников. То есть эта информация, относящаяся конкретно к компании, к ее потенциальному опыту и ее, можно сказать, ресурсам. Поэтому я бы именно эти пункты оставил на одном слайде. А на другом слайде использовал бы все, что связано с клиентурой и с их производством. Соответственно, клиент сколько ремонтирует в год, сколько колесных пар поставляет в год. Ну, в принципе, и 12 представительств туда тоже уходит. То есть у нас получается два слайда. Один слайд будет про компанию в целом. Второй слайд будет про возможности. Производственные возможности и ресурсы компании. Это хорошая штука. Оставляем так. Следом, о компании. Текста. Я не могу сказать, что текста очень много, но нужно его бегло хотя бы прочитать и понять, в чем основной смысл этого текста, на чем сделать акцент. Может быть, на самом деле, вот этот преамбул, этот лид, он и не является самым важным. Дальше. Карта понятна. Просто она отвратительно сделана. Клиенты. С клиентами тоже понятно. Обычные понятные слайды, но с точки зрения верстки самих логотипов, сетки логотипов, это очень плохо. Потому что, во-первых, они идут все в разнобое, они все разного масштаба. Их нужно оптически балансировать между друг другом. То есть, если вы даже чуть-чуть отодвинетесь, вот лично у меня первое, что бросается в голову, это вот этот логотип и РСТ. Возможно, у вас как-то иначе. Но смысл в том, что все логотипы должны быть уравновешены между собой и подчинены какой-то системе. Сейчас этой системы нет, просто натыкана. Как получилось. Следом, услуги. Я так понимаю, что это шмутц. Попытка сделать шмутц, на самом деле, или разделитель. Попытка такая, провальная немножко. Тут тоже много текста. Есть какой-то график. Нужно вдумчиво почитать по поводу вот этого слайда и определить, возможно, что-то перейдет на предыдущий слайд. Допустим, шмутц. Ну, то есть, услуги, да, замечательно. Но, в принципе, осуществляет ремонт всех видов универсальных. В принципе, вот эту вот штуку реально можно перенести на шмутц, вот сюда, и показать, сделать коллаж из всех типов вагонов. И сделать это круто и интересно. Дальше. Поставка комплектующих. Окей. Не так много информации. Алгоритм старта сотрудничества. Тоже понятно. Понятная схема. Но нужно это все причесывать по дизайну и основательно. Дополнительные услуги. Понятно. Контакты. Понятно. Фотография дома. Дом замечательный. Дом красивый. Но сама фотография ужасная. Если вы сталкиваетесь с контентом и вы понимаете, что легче от этого контента избавиться, чем его править, то избавляйтесь. Потому что это, в принципе, какой-то функциональной нагрузки именно эта фотография на этом слайде не несет. Так. Что у нас? Анализ входящего документа, входящего контента проведен. Следующий пункт это структура и акценты. Для этого я на самом деле очень часто включаю в план разработки согласование структуры и акцентов с клиентом. Для чего это делается? С одной стороны, мы чаще взаимодействуем с клиентом на протяжении всего проекта. Он не переживает относительно того, вдруг там меня кинули, вдруг на меня забили. То есть, такого таких мыслей у клиента вообще нет. И мы согласовываем с ним структуру, аргументируя, почему нужно сделать так, а не иначе. Опять же, очередной диалог, очередная точка касания с клиентом, это вам только на руку. вы решите сразу какие-то вопросы, согласуете, утвердите и можете спокойной душой приступать к дизайну, к верстке и к дальнейшим процедурам. Что из себя представляет структура? Структура в рамках этого проекта была сделана вот такая. То есть, это примитивный PDF, просто с какими-то акцентами и пояснениями. Первое. Титул с фотографией, лого-заголовком. Понятно. Компания в цифрах. Блок с инфографикой самой компании, блок с инфографикой о производственных мощностях и масштабе. Эти пункты разбиты и впоследствии во время обсуждения мы как раз решили этот слайд разнести на два. То, о чем я вам говорил чуть выше. Но сразу, сразу этой мысли не возникло. Дальше. Слайд с основным сообщением презентации. Кто такой гарант retail сервис и чем он занимается? следом слайд с выгодами для клиента. Акцент на вот этом абзаце. То есть акценты у нас остались, но они переформатировались немножко. Следом понятно отрисованная карта. Этот слайд без изменений с точки зрения контента, но с точки зрения дизайна и верстки он будет, конечно, совершенно иной. Да, и самая главная структура сразу делается на том формате, на котором мы будем делать всю презентацию. Слайд сообщением калаш из разных вагонов. Это то, о чем мы с вами говорили тоже в начале. Дальше в принципе немножко переформатировали контент, который у них был, но в целом все. Структура понятна, структура согласована. По сути, структура это даже отчасти для вас план для последующей работы. Это на самом деле очень важная история. Следом, что мы делаем? мы приступаем к дизайну. Давайте вернемся к презентации клиента и пробежимся. Теперь сделаем анализ дизайна. Да, кстати, давайте тогда тут я добавлю четвертый пункт. это будет анализ дизайна. И для того, чтобы сделать хороший дизайн, нам нужно вначале проанализировать все-таки то, что у нас появилось, то, что у нас пришло от клиента, пришло по задаче. Мы смотрим. И давайте начнем с первого. Все сделано в едином цвете. в принципе-то это неплохо, но на основе одного цвета у нас получится сделать достаточно неритмичный продукт. Он не будет цеплять. И я бы на самом деле в данном случае вводил бы дополнительный цвет. Какой? Пока вопрос. Сразу же шрифты замечательный нет, не замечательный магистраль, абсолютно неподходящая акциденция в этом проекте, от нее нужно точно избавляться. Если клиент будет вам говорить или говорит уже, что ребята, давайте-ка тормознем, у нас есть вообще-то согласованный брендбук, и мы все делаем в рамках брендбука, то вы им четко, аргументированно и достаточно спокойно объясняете, что дорогой клиент, если ваш брендбук не гибкий, не позволяет решить ряд вопросов для вас, то мы рекомендуем его скорректировать или пойти в обход этого брендбука. В конце концов мы сейчас сделаем проект, вы увидите, как он, этот продукт, который мы сейчас произведем, будет работать, и на основании этого продукта мы сделаем для вас редизайн, сделаем новый брендбук, который будет работать, который будет отвечать вашим запросам. Да-да, ударили по рукам, фигачим. Так, значит, про цвет, про акцидентный шрифт я сказал, про акциденцию в целом. Обращаю внимание на цвет. Смотрите, вот тут у нас появилась, откуда ни возьмись, желтая плашка с небольшим градиентом, только в одном месте. Желтый, в принципе, в этой теме по вагонам, по вагонно-ремонтной теме, он активно используется, он активно используется и в самих вагонах, он активно используется в депо, то есть, в принципе, уже какие-то мысли возникают, что именно этот цвет или около подобный цвет можно использовать, это будет неплохо, это будет уместно. Но, в целом, я думаю, что не имеет смысл говорить об этом, что иконки все в разном стиле. Вот тут вообще на самом деле, что это за иконка, давайте обратим внимание, это шестеренка, которая вгрызлась в другую шестеренку. Странно. Тут у нас иконки контурные, тут контурные, тут заливка, тут заливка. Ну, в общем, на самом деле, не имеет смысла особо углубляться именно в эту штуку. Все иконки, все графические элементы, они, естественно, должны быть выполнены в едином стиле. То есть, если вы взяли иконку и фиганули под нее тень, это не единый стиль, это ерунда, честно. Ну, и про верстку, про подобную верстку я тоже, наверное, не буду говорить. Поехали дальше. Итак, с фотографиями понятно, какие-то фотографии клиент предоставил, но нам нужно взять инициативу на себя и предложить альтернативу по фотографиям. То есть, в принципе, тема не часто встречающаяся, да, но фото о банках, в частности, на шаттерстоке, подобных фотографий уйма и они отличного качества. Значит, мы сделали анализ по дизайну и давайте мы теперь будем на основе этого анализа переходить к разработке концепции. Что у нас в итоге получилось? Это обложка этой презентации. Мы взяли основной зеленый цвет клиента, мы добавили желтый, но не лимонный, а вот такой вот приятный желто-оранжевый цвет и, в принципе, использовали новый акцидентный шрифт, который, опять же, хорошо бьется с визуальным языком, который мы можем наблюдать на всех вагонах. То есть, это какие-то маркеры, это какие-то слова и все они сделаны в трафаретном шрифте. Это весьма уместно и у нас, в принципе, складывается неплохая история с точки зрения визуала, с точки зрения цвета, яркости и контрастов. Идем дальше. Что у нас получилось? Второй слайд. Компания в цифрах. Как я и говорил, мы разбили на два смысловых слайда. Первый слайд в целом о компании. Это основание в вагоноремонтах предприятий, сколько сотрудников и постоянных клиентов. Клиенты перекочевали в итоге после корректировки диалога с клиентом нашим. Этот пункт перекочевал на этот слайд. Что тут мы сделали именно по дизайну? Во-первых, мы определили колонн-титулы. То есть, у нас постоянно находящиеся колонн-титулы это четыре точки. Первый ремонт грузовых вагонов, следом сайт, сделан на нем больше акцент, потому что на сайте все-таки можно почерпнуть значительно больше информации, чем из презентации. Следом логотип компании и колонн-цифра. По сути, поступили достаточно примитивно, но этот принцип работает. Мы расставили каждый элемент колонн-титула по углам нашей презентации. Таким образом, по умолчанию закрыли прямоугольник. Помимо акцента в заголовках, мы сделали акценты в том числе и в заголовках второго уровня и в важной информации. То есть, цифры все заключили в такие плашки, точнее, не в плашки, а в такие прямоугольники трафаретные и к каждому пункту добавляли фотографию. На самом деле, с точки зрения дизайна, вот эти фотографии можно было бы либо совсем убрать, либо сделать единую. Но в целом это выглядит не так мусорно, это скорее больше такой условный разделитель пунктов между собой. Следом, компания в цифрах тоже все аналогично. Это у нас шмутс. Шмутс, говорящий о том, что делает компания и для кого, точнее, что делает компания, в первую очередь. Сотрудничество. То есть, у нас появились чистые, легкие, понятные слайды с правильными акцентами и, что немаловажно, с большим количеством воздуха. То есть, воздух очень позитивно сказывается на восприятии каждого слайда. Следом, слайд с картой. В итоге, она у нас получилась такая. технологичная, стильная, понятная, все при ней. Наши клиенты. Опять же, можно сказать, практически эталонный слайд с точки зрения расположения логотипов клиентов, сетки. Что мы сразу видим? Мы видим, что клиентов много. Клиенты, в том числе, есть крупные. Лукойл, ВТБ, Газпром. Они между собой не спорят, они уравновешены и организуют ровную сетку, которую, в принципе, приятно видеть, на которую, в принципе, приятно смотреть и которая дает нужное сообщение. А именно, много клиентов, есть крупные. Следом, слайд, о котором мы говорили, тоже. Сейчас я его покажу, как он выглядел. Вот. Слайд услуги. Этот слайд в итоге выглядит вот так. Разумеется, понятно, что речь идет об услугах. ГРС осуществляет ремонт всех видов специализированных вагонов. Вот. Мы нашли фотографии этих вагонов. Тран-тан-тан-тан-тан. Какие-то интересные еще фотографии сцепок. То есть, в целом, получилось реально круто. Ну, то есть, реально хороший слайд. Интересный и информационный, что самое важное. Следом, ремонт грузовых вагонов. Слайд. Один из самых, наверное, насыщенных слайдов. Что тут сказать? По дизайну все в рамках заданного концепта. Все достаточно минималистично и структурировано. То есть, мы не используем никаких уже дополнительных иконочек с вагонами, никаких дополнительных там, картиночек, которые вот такие вот, да, штучки. То есть, мы этого ничего не делаем, потому что это действительно очень сильно замусоривает. Следующий слайд. В принципе, он сделан по аналогии с предыдущим. У нас динамичная фотография на фоне слайда. Окей. Алгоритм старта сотрудничества. Выглядит он таким образом. Иконки все в едином стиле, пронумерованы. Движение тоже понятно. Хороший информативный слайд. слайд с иконками. Опять же, все в едином стиле. И слайд с контактами. Вот, собственно говоря, и все. На основе входящего клиентского документа и на основе плана, о котором я вам сказал, мы сделали вот такой вот интересный продукт. Хочу подчеркнуть, что этот продукт, что этот проект достаточно быстрый. Сделал он был за 2-3 дня. То есть, в принципе, это нормальные, хорошие сроки для подобной работы. И я уверен, что этот ролик, первый ролик, напомню, в рубрике практикум был для вас полезен. Ставьте лайк, подписывайтесь, задавайте вопросы. Будем генерить новый контент. До скорого!